Всем привет, с вами Грейн Литсплей, и сегодня я хочу вам рассказать одну забавную историю про меня в 90-х. Я тогда ехал сдавать анализы в больницу в соседний город, ну как вы думаете, просто взять и сдать анализы я не мог же, мне надо было устроить целое дневное приключение вместо часовой поездки в больницу. Все начиналось так. Блин, мне же надо сдать сегодня анализы. Ну вот почему сегодня блин. И так нехорошо после вчерашней встречи с другом. А тут еще эти фиговые анализы. А что это за машина? Еще и побитая спереди. А ой, точно, это же моя машина. Стоп, а почему она побитая? Вообще не врубаюсь. Вчерашний день весь в тумане был кроме утра. Ладно, пофиг, починю. Блин, а чей это дом? Если это дом моего друга, то тогда где он? Боже, 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 надо выходить из такого состояния. На следующий день куча ребусов появляется. Ладно, фиг знает что это за дом и почему я здесь проснулся и почему моя машина побита. Надо же сдавать анализы, а то уже опаздываю. Или не опаздываю, блин, где мои часы? Что черт возьми здесь происходило вчера? Ладно, пофиг, еду в больницу. Господи, обычно это срабатывало. Почему ворота такие крепкие? Они титановые что ли? Теперь я понимаю, почему машина моя побитая. Я, наверное, вчера пытался въехать в эти ворота 15 раз. Скорее всего, не получилось. Так, тут тоже нет выхода, но теперь он будет. Бедный мой капот. Точнее, бедный капот моей машины. Точнее, бедный капот. Всякие курицы на дорогах ездят. Не видят что ли, что человек на анализы опаздывает. Ю-ху, мой любимый железнодорожный переезд. У него даже название есть, папа отбивалка. Ё-моё, это же мои анализы были 100 пудов. Надо их найти срочно, пока никто не украл. Где же они? Куда они могли так быстро подеваться? Главное, чтобы я их первый нашёл. А вот они, только баночки надо заменить. Лучше свернуть направо. А то прямо точно будет пробка из мусоровозов или катафалков. Ну как обычно. А здесь автомобилей нет. И пейзаж красивее. Помню, когда-то здесь рыбачил. Стоп. Я же вчера здесь рыбачил с другом. И походу я здесь же забыл свою удочку. Назабрать срочно. А то кто-то украдёт ещё. Где-то здесь должна быть моя удочка, если ещё щупка или окунь не спёрли. А нет, мои анализы. Да за что? Я надеюсь, что смогу их найти их в воде. В очередной раз мне повезло. Ты дурак что ли? Больной какой-то. Блин. Ещё милиция здесь как не бывала. Фух, вроде пронесло в этот раз. Не понимаю их. Зачем сразу стрелять? Я же вообще не виноват. Они сами в меня въехали. А я виноватым остался. Ещё пока педричился на эту гору всё руки пообдирал. Слава богу я успел анализ забрать из машины. А то было бы куда сложней. Теперь надо как-то автостопом доехать или машину забрать чью-то в безвозвратную аренду. Как же мне добраться до больницы? Лучше бы я поехал прямо и стоял в пробке с катафалками и мусоровозами. Чем сейчас вот тут стоять ловить машину. Боже, хоть бы получилось забрать этот замечательный грузовик. Он же моё спасение. Что это было нафиг? Я залез в кабину, водитель выпихнул меня из кабины, я упал под кабину, перевернулся грузовик и уехал с оригинальным водилой. Интересная история. Наконец-то мне удалось отобрать хоть у кого-то машину. И наконец-то я на материковой части города, а не где-то возле моря на горе. Оказывается, у меня была открыта дверь. Ой, боже, эта машина наверное сейчас взорвётся. Боже упаси, я чуть не откинулся. Опа, а анализы со мной то. Слава богу, стоп машина, мне нужна ваша машина срочно. Да уж, долго я поездил на этой машине, ещё коп бежит. Ну тут копец просто, тупо проигрыш. Этот мерседешник чёртов сбил меня. Я только успел убежать от милиции, а тут второй грешник нашёлся. Он думает, что если у него мерседес, то ему всё разрешено. Ну а вот наконец-то я у больницы вместе с анализами. Знал бы врач, каким трудом я доставлял этот ценный груз ему. Эх, и знали бы анализы, насколько они ценные. Так, а где все, собственно. Неужели я опоздал к врачу? Вообще пустая больница. Может они всё заснули. И их надо чем-то разбудить. А у меня есть идейка одна. Вот гораздо лучше. Выхлопной газ на всю больницу штаняет и жигуль ревёт при необходимости. Именно вот так и закончилась эта приключенческая история. Очнулся я в каком-то подъезде и сразу же оттуда убежал и пошёл домой. Анализы так и остались в той больнице. Хз что там было. Но сейчас эта больница так и стоит там. Ну и на этом я завершаю свой ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока.